здравствуйте дорогие друзья я рад вас приветствовать на нашем новом уроке и у нас не будет классный урок отличная тема друзья я хочу чтобы каждый знал что эта тема она принесла в мою жизнь на определенном периоде прорыв из этой темы тема называется вкушать вкушение еще ее можно назвать вкушение духовных субстанций и следом за ней идет тема духовные одежды поэтому эти две темы они очень связаны они очень связаны но сегодня я буду говорить только за вкушение почему я говорю за вкушение потому что вкушение это то что помогает человеку прозревать и глаза они просвещаются то есть то что ты употребляешь вовнутрь каким-то образом влияет на твои духовные глаза то есть мало прозреть мало того что ты перестаешь быть слепым на твое зрение еще дополнительно что-то влияет как мы уже говорили что снятие покрывала с разума с духовных глаз нужно для неверующих людей как написано что не неверующие они вообще слепы но если ты уже уверовал то ты уже не слепой но твоим глазам как молился апостол павел и ефесянам им постоянно нужно просвещение то есть свет откровения и я обнаружил своей духовной жизни что определенное действие которое библия называет вкушением она влияет на то как видят мои глаза ну давайте для начала мы вспомним как это работает но прежде чем мы вспомним как это работает я хочу чтобы мы немножко помолились я знаю что некоторые так это приходят урок включают урок начал там говорить яковиша начал что-то рассказывать а вы там еще ходите дожевывайте ужин там или завтрак поэтому я считаю что нам нужно чуть-чуть сейчас сделать вот этот момент о котором мы говорили момент созерцания то есть нужно сейчас пройти это кратковременное страдание оставить видимое включить свое духовное зрение помните как мы это делаем мы начинаем смотреть вас возводить очи активизируется грудное зрение и я духом божьим говорю что все что я сейчас буду говорить вы будете это видеть в духе вы будете это созерцать вы будете погружены именно это власть делать это с вами слушатели это слушателями это папина привилегия в моей жизни делать так что вы прозревали просвещались и погружались в реальность духа поэтому сейчас закрой свои глаза возведи свои очи и пусть твои глаза сердца вот здесь где-то в районе груди начнут взирать на готовое готовое готовые это духовные субстанции этом это субстанции духа которые перечисляются в писании это молоко вода мед вау я уже это вижу уже в моей внутренность она вкушает это это вино халилю это масло елей тук пшеницы взирая на это 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 сказочное угощение манна вино мед вот вот эти духовные субстанции это реальные субстанции духа это то что представляет духа святого как материю как пищу аллилуйя как хлеб ты можешь прямо чувствовать как внутри тебя вот это возникает чувство насыщения я прежде чем рассказывая тебе уже это даю угощайся с божьего стола молоко и мед я говорю ты можешь чувствовать как из-под языка сочится этот сочная сладость медовая это слава божья на твоем вкусовом рецепторе есть вкуса есть под вкус есть на языке это физически из-под языка примерно выходят вот эти вкусовые чувства духовных субстанций насыщение вау халилюя халилюя побудь еще побудь отец прежде чем что-то вложит в тебя он даст тебе еще вкусить пусть твои глаза сейчас они просвещаются пускай ты будешь немножечко такое принявши вина духа любви божьей пусть тебе сейчас будет хорошо у папы за столом всегда хорошо у отца за столом всегда хорошо этот глагол небесный его голос а его силы небесные это все что сейчас течет через тебя и и конечно дары хлеб исцеления хлеб свободы аллилуйя спасибо отец за такой богатый стол спасибо тебе господь за этот богатый стол халилю аллилуйя спасибо отец спасибо тебе спасибо тебе но это такое чуть-чуть и попробовал что такое вкушать может быть ты что-то пережил бы я буду рад услышать отзывы как у вас это происходит но и смотрите друзья в моей жизни чего начался вообще вот этот процесс вкушения когда я увидел стал замечать вообще это было в поиске того как я хотел исполняться духом святым я так хотел этих духовных переживаний я так хотел внутри что-то чувствовать и сильнее чем просто какое-то легкое такое на эти чувства дуновения я хотел каких-то таких вещей тяжеловек я вот видел вот эти думаю вино мед я читал в библии вот про эти вещи думаю почему именно вино почему мед почему манна почему такие образы вообще и для чего нужно именно это но именно эти все субстанции вот эти как я уже горел там вода вино молоко мед и лей манна все эти образы они не просто это какой-то это реально те примерно вкусовые и наполняющие тебя вещи которые приходят каждая на свое время и на свое место например почему иисус говорит дам тебе сокровенную манну а почему он не не скажет например я тебе дам сокровенное там вино например да то есть есть определенное действие в духовном мире которому соответствует определенная духовная субстанция и она именно так и насыщает молоко насыщает как молоко Мед насыщает как мед. И все эти субстанции, как и пища физическая, каждая такая субстанция производит определенное действие. То есть, например, ну давайте я сегодня не буду за манну говорить, но скажу. Манна, она символизирует призвание и избрание. То есть, это практически та кашка, которую нужно кушать постоянно для того, чтобы понимать, кто ты. Почему, когда евреи вышли в пустыню, их кормил отец манной? Это был такой прообраз. Они должны были понять, что не хлебом единым, но всяким словом. То есть, манна символизирует слово о том, кто ты, твои взаимоотношения. В Откровении Иисус говорит, что я дам, кто побеждает, я дам побеждающему, дам сокровенную манну и камень белый, на котором имя. Это означает, что когда ты употребляешь постоянно пищу, связанную с твоим призванием, то есть, ты понимаешь, это одна из моих любимых тем, кто ты, что ты. Все эти фундаментальные вещи о том, кто ты, это манна. То есть, это не какая-то заоблачная такая пища деликатесная, она такая хорошая, качественная. Там написано, что вкус этой манны, это как лепешка с медом, сладенькая. И она вскармливает человеческий дух, или если так можно сказать, вскармливает внутренность. Я специально не говорю дух, потому что дух и душа, но внутренность, вот это соединение, где взаимодействует дух и душа, вскармливается таким образом, что человек твердо знает, кто он. Поэтому Иисус, он и говорит, дам сокровенную манну и белый камень, на котором будет прописано имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. То есть, ты один внутри, будешь с прописанным именем четко знать, кто ты, для чего ты, что ты, где ты. То есть, вот это, за все это отвечает манна. То есть, по сути, когда ты из Слова Божьего, из пророчеств, из разных глаголов Божьих, у тебя внутри складывается представление, кто ты, ты даже будешь ощущать некое чувство удовлетворения, насыщения на тему, кто ты. И это чувство, оно, это не будет, знаете, тяжело перевариваться, как мясо. Это будет легко, это будет радостно, это будет каждое утро твоей пищей. Вот как выглядит манна. Но мы сегодня не про манну. Манна, она чуть-чуть другое имеет отношение. У нас, знаете, как курс созерцательной жизни. Моя задача дать все возможное, чтобы твои духовные глаза видели по-другому. И благодарю Бога, что уже десятки и сотни свидетельств того, что это происходит. И будет происходить и на втором потоке, и на каждом, кто вообще будет когда-либо смотреть эту школу, все эти вещи, они будут происходить по одной причине. Это нам дал Отец. Отец нам это дал специально, чтобы вы, дорогие, имели хорошее зрение. И вы уже узнаете, что и зрение у вас хорошее, и Отец все вам открыл, и все ваше вообще. Теперь, есть пища, духовные субстанции, которые отвечают конкретно за прозрение. За просвещение именно глаз, Божьи вещи. И сегодня мы за это что поговорим? Во-первых, я хочу еще сказать такие моменты, что вкушение, оно всегда влияет на зрение любое, но некоторое особенным образом. За две духовные субстанции вот сегодня я хочу говорить. Смотрите, написаны такие слова удивительные. «Вкусите и увидите, как благ Господь». То есть, апостол Павел, он употребляет слово «вкусите» именно для того, что ты должен как что-то съесть, принять вовнутрь. Во-первых, я хочу сказать, что такое вкушение. Вкушение – это не только вкус, это еще и насыщение, но и не только. Мы не только насыщаемся. Вы знаете, что можно набить желудок ерундой, например, и будет чувство, что ты заглушил голод, но это будет вредно. Настоящая пища, субстанция духа, она очень высоко калорийная. Например, все эти вещи, которые мы перечислили, ну, наверное, кроме воды, они калорийные. Вино – калорийное, калорийное. Манна – калорийное, достаточно калорийное. Достаточно калорийное. Мед – калорийный, очень калорийный. Его много не съешь, и он очень калорийный. Мед – реально там, ну, практически это, ну, как естественный сахар, живой такой прям. Масло – ну, вообще вопросов нет, сплошные калории. Видите, это все калорийное. То есть, о чем я хочу сейчас сказать, что этих субстанций не надо много. Они сильны своим качеством, сильны своим, ну, вот этим вот моментом. Хлеб тот же, да, хлеб тоже очень калорийный. Вот если хочешь поправиться, я по себе знаю, верный способ – ешь хлеб. Вот хлеб ешь, и ты будешь поправляться просто очень сильно. Я вот говорю за вкушение, я как будто вот прямо ем все время, знаете. Вот очень хорошо быть созерцательным человеком. Ты все, что ты говоришь, ты практически сразу видишь и чувствуешь. И вы смотрите, вкушение, оно влечет за собой насыщение, расщепление и снабжение тела энергией. То есть, без которой ты слабый, без которой ты плохо воспринимаешь. Ну, когда ты голодный, наверное, ты заметил, что у тебя все серое вокруг. Вот такое все серое тебе, когда очень голодный. Организм ослабляется, да? И приходим к главному моменту, что когда человек вкушает, с его зрением что-то происходит. Первый такой пример вы можете видеть в Эдемском саду. Плохой пример. Когда дьявол, он что-то начал говорить. И Ева начала на что-то по-другому смотреть. А потом она еще вкусила что-то, и с ней что-то произошло, она стала все по-другому видеть. То есть, с ее глазами что-то стало. Там написано, глаза ее открылись. Они открылись не на хорошее, они открылись на плохое. Потому что глаза можно открыть как на хорошее, так и на плохое. Есть люди-оккультисты, которые видят демонический мир, потому что они постоянно вкушают бесовскую трапезу. Их глаза видят плохое. И это такой плохой пример. То есть, вообще, что мы вкушаем? Писание нам говорит, что мы вкушаем... Что мы вкушаем три вещи. Значит, написано в Евреям 6 главе 4-5 стих. «Просвещенных и вкусивших дара небесного, благого глагола Божия и сил будущего века». Чтобы сделать это проще, могу сказать так. Мы вкушаем дары небесные, как Иисус назвал хлебом, например, освобождение от демонов для дочери Хананьянки. Исцеление, освобождение, ну и разные дары. Вообще, даров много. Все, что связано с дарами, это можно вкушать, это можно съесть. Почему апостол Павел, он говорит, ревнуйте о дарах духовных? Он говорит, будьте голодны по ним. То есть, желайте их вкушать. Дальше, говорится, благой глагол. Что это такое? Это добрые слова. Например, слова, призыв «идите, ибо уже все готово» – это слова, которые вызывают предвкушение. Ну, вот тебе говорят, например, «идите, уже стол накрыт, идите кушать». И у тебя сразу что? Возникает целый ряд ощущений. Предвкушение, как ты сейчас будешь все это лопать. У тебя уже может слюноотделение начаться. У тебя настроение меняется. То есть, просто тебе сказали, «идите, ибо уже готово», и вот оно начинается. Это добрый голос Божий, он обычно вызывает предвкушение. Вот то, что произошло в плохом смысле с Евой, что произошло, он ей говорит, «съешь». И она такая написана. И увидела, что это прикольно, что это дерево дает знать. То есть, у нее начался уже практически предвкушающий процесс. И вот голос Божий в твою жизнь, это уже как бы другая тема, но голос Божий в твою жизнь, он всегда тебя побуждает что-то вкусить. Например, когда Павел говорит, «вкусите, и увидите, как благ Господь». То есть, по сути, это тот же призов, он говорит, «все готово, вкушайте». И у тебя создается аппетит к этому. Понимаете? То есть, состояние предвкушения – это голос, но еще надо вкусить. И дальше он говорит, «и еще можно вкусить сил будущего века». То есть, что такое сила? Это та самая энергия, которая у тебя образуется в результате вкушения. Что это за энергия? Это энергия веры. То, что потом производит плод духа. То есть, вера – это та самая энергия, которая тебе позволяет брать все. Поймите, друзья, что любая пища, которая опускается в вашу внутренность, она должна дать энергию в тело. Точно так, как и пища, как определяется вообще накручивание от вкушения духовной пищи? Ну, вот эмоции даже. Есть же радость накрученная, не духовная. Есть радость духовная. В чем разница, знаете, какая? Радость в Господе – это сила. То есть, это та самая пища, которая производит силу. И все, что Господнее, все, что Божье, все, что с Его стола, оно производит силу. Вот запомните эти три вещи, что мы вкушаем. Голос Божий, дары и силы. Сила, я имею в виду, что каким бы даром ты не воспользовался, у тебя должна производиться сила. То есть, если человек порадовался, но потом он трус, потом он ничего у него нету, никаких решений, нетворческого процесса, скорее всего, это накручивание. Я уже как-то говорил за это. Павел очень много говорит об этом вкушении еще в таком контексте. Он говорит, что мы имеем право питаться от жертвенника. То есть, это надо понимать, что мы можем вкушать. Говорит, что благодатью надо укреплять сердца, а не яствами, которые не принесли пользы, ветрами учений. То есть, учения, вот эти слова определенные, учения, ну слова, учения, они определенным образом являются пищей. Бывает, что ты какое-то учение слушаешь, у тебя внутри возникает плохое чувство. Не насыщение, а какое-то как отравление. Тебе хочется как будто сделать что-то такое, как будто ты всего этого не слышал. Обычно это учения, которые вызывают осуждение. Какую-то такую, знаете, страсть, ну топить кого-то там. Вот эти все вещи, это гадкая пища. Пища, которая у тебя вызывает вместо энергии желание потратить энергию. Понимаете, что это за учение? Это учение о достижениях. Это учение, ну, сейчас мы не будем за это. То есть, нужно благодать. И вот благодать отличается от всех остальных учений тем, что она производит энергию. Запомните, все учения, которые требуют от тебя потратить энергию, или требуют от тебя отдать энергию Богу, там, как-то так поклоняйся особенным образом, и потом ты чувствуешь, что ты устал. Это все религия, это все гадкие учения. Все, что Божье, оно несет энергию, несет веру, несет силу, наполнение. Все, что связано с Богом, оно не направлено, чтобы отдать Ему, а направлено на то, чтобы снабжаться от Него. Итак, с этим понятно. Дальше, друзья мои, переходим к вопросу вкушения, связь с прозрением. Какие есть примеры из Писания, вот мои любимые, когда вкушение чего-то несло прозрение. Например, ну такой самый простой, мы знаем, что, помните, ученики, которые шли в Имаус, как только они приняли, стали принимать причастие с Иисусом, они его узнали. То есть, написано, глаза их открылись там, и они узнали его, и он стал невидим для них. Ну вот это по поводу стал невидим, вообще сейчас трогать не будем, но это интересная штука, возможно, мы к ней еще вернемся. Но то, что они принимали причастие и узнали Иисуса, это приводит нас к моменту, который мы проповедуем много везде и всюду. Причастие, то есть, трапеза Господня, вкушая тело Христово, ты начинаешь не просто видеть какие-то вещи, именно вкушение тела дает тебе возможность узнавать Иисуса. То есть, ты когда вкушаешь причастие, твои глаза, они, ну ты когда вкушаешь, ты же написано, как ты размышляешь о нем. То есть, не размышляя об Иисусе, вкушать причастие, это вообще грех, нельзя так делать. То есть, ты вредишь себе. Грех не в смысле, что Бог накажет, а что тебе это будет не полезно. И ты, когда вкушаешь причастие, ты размышляешь над Иисусом, об Иисусе, вникаешь, как мы говорим, небесный, ты его распознаешь, ты видишь его. И что самое интересное, это тебя приучает к тому, что твои глаза распознают Иисуса потом много где. Поскольку твой дух, твое сознание, твоя внутренность, она наполнена Сыном Божьим через это вкушение, ты его узнаешь. И это хорошее правило, его надо запомнить. Чем больше ты вкушаешь Иисуса, тем больше ты его узнаешь. Теперь перейдем к другим вещам. Смотрите, я считаю, что две духовные субстанции, в моей жизни это сработало, мне прямо Отец Небесный подсказал это. Две духовные субстанции, которые реально несут глазам свет, прозрение. Первая, это мед, сейчас мы разберем. И вторая субстанция, это вино. Поэтому, если ты хочешь, чтобы твои глазоньки духовные, они все время видели хорошо, чтобы они все время имели свет, тебе нужно поглощать все время вот эти две субстанции. И эти две субстанции, друзья, это не просто какая-то мистическая формула, как мы там что-то вкушаем, воображаем. Эти две субстанции являются физическим ощущением определенных истин. Как я уже говорил, что каждая субстанция, она привязана к своей истине. Она ее символизирует как вещество. И мы знаем это. Мед, это еда царей. Это символ победителей, победы. Сейчас мы примеры приведем. Мед, это царство, победа и слава. Почему она несет глазам прозрение? Потому что оно сладенькое. Все сладкое, оно реально просвещает мозги. Все люди, которые идут сдавать экзамены, всегда едят сладкое, чтобы мозги хорошо работали. Сладкое – это самый концентрированный способ иметь энергию. Я когда бежал в марафон, я пил глюкозу сладкую все время, чтобы у меня желудок не загружался, не становился тяжелым. Но в то же время в кровь поступал вот этот энергетик, сахар. И поэтому мед – это крутой энергетик, это классный энергетик. Поэтому именно вы знаете, что слава сама по себе, она все ускоряет. Она все делает сильным. Ее надо не так много по объему, сколько ее надо, ну все хотим, густую славу. Почему? Потому что мы как-то чувствуем, что именно в густой славе все совершается. Вот мед – это достаточно густая субстанция. О ней написано, что это еда царей. То есть пчела, она в уважении написана у царей. Мудрый Соломон говорит. Мама увещевает царя, говорит, ешь, сын мой мед, он сладок, для горта неприятен. И в то же время написано, что домогаться славой – это как есть много меду. То есть говорится о том, что много меда не надо. Достаточно его иногда ложку на языке, под языком почувствовать, чтобы уже насыщение пришло. Все это делает мед удивительно славной пищей. Иоанн Креститель хорошо на своей жизни прочувствовал это. Он ел в пустыне много лет мед. Еще он там ел кузнечиков. Вот, ну вроде как говорят, что акриды – это кузнечики, если я так правильно понимаю. Но смысл в том, что я верю, что именно мед давал ему энергию. А вот эти кузнечики – это был как белок для его тела. И ему хватало, представьте, что вот этого меда для того, чтобы иметь энергию. Даже в таких условиях, как пустыня. Теперь хочу привести пример, почему мед – еда победителей. Мед – это та еда, которая дает увидеть победу. Мой любимый пример – Иоанн Афан. Дело было так, что он со своим оруженосцем вдвоем одержал победу и принес эту победу Израилю. Почитайте эту историю. У меня есть отдельное видео на эту тему. Называется «Кровь и мед». Мы ее, наверное, приложим на платформу, вы ее увидите там. И вот в этой истории рассказывается удивительная вещь, что Иоанн Афан вдвоем со своим оруженосцем сделал во время войны Израиля с противником, сделал что-то такое, из-за чего враг стал отступать. Пришло смятение, они стали отступать, и победа стала очевидна. Но его отец Саул, увидев это, он подумал, что теперь-то надо что-то, знаете, как делать. Пока вот, то есть, смотрите, победа была очевидна, и все это признали. Но Саул в силу своего плотского такого состояния, неблагодатного, да, то есть он не видел каких-то вещей, он подумал, что нужно, что это не победа, а как момент, когда нужно воспользоваться и врага разбить, пока враг в смятении. Ну, наверное, он думал, что вдруг там враг перегруппируется, снова в атаку пойдет. Хотя, судя по реакции израильтян, было понятно, что все поняли, что победа есть. Но царь есть царь. Саул сказал, никто не будет есть. Он сразу отрезал людей от этой благодати. Говорит, никто не будет есть, пока мы до конца все не победим. Ну, это как люди верующие, они говорят, что царствовать мы будем на небесах. Вот надо победить, надо дойти до конца, и тогда мы наслаждаться будем в раю. А сейчас мы будем поститься, молиться, страдать, многими скорбями входить в царство. И вот Саул сделал то же самое. И все как бы с этим согласились. И вот люди стали, пришли в состояние голода. И смотрите, что дальше происходит. Удивительная классная штука. Иоаннафан, он взял... Кстати, Иоаннафан не знал об этом, что Саул сказал, и это его спасло. Иногда тебе лучше не знать, что там религия запрещает, тебе надо жить в благодати. Он взял палочку, увидел на поляне мед. Вот это что-то текло из дерева, мед. Там видно, улей был или что. Увидел мед, и он подошел палочкой, взял его, и так, хоп-хоп-хоп, попробовал. И вот что написано. И написано, и вдруг глаза его просветлели. Ну, знаете, голодный, уставший человек. Все серое вокруг. Война. Папа говорит, жить в религии. Ну, смотрит, что никто не ест. А он взял и съел. И глаза его просветлели. Я вот думаю, что если бы все этого меда поели, то Саула бы никто не слушал. Но в итоге вышло так, что глаза Иоанна Фана просветлели. И он, смотрите, что говорит. Он сказал, глупость сказал мой отец. Глупость вообще сказал. Неправильно сказал. Победа уже дана. А там все случилось так, что Саул не просто запретил есть. Он сказал, кто будет есть раньше, чем мы одержим полную победу. Вот это, знаете, религия в чистом виде. Говорит, умрет. То есть мы убьем его. Он заклил всех. И когда все выяснилось, Саул даже дошел до того, что сказал, ну, даже если это мой сын, мы все равно его предадим смерти. И люди встали и защитили Иоанна Фана. Говорит, нет. Как мы убьем того, кто принес нам победу? Из этих слов я вижу, что люди понимали, что победа есть. Просто я не знаю, что этот Саул чудит вообще. И тем не менее, никто не ел. Все ринулись в атаку, и там произошли такие страшные вещи, что люди потом начали есть с кровью, и Саул им отпускал грехи потом. Смысл в чем? Возвращаемся к нашему меду и прозрению. Победитель Иоанна Фан съел меда. То есть смотрите, как было. Победа принадлежала Иоанна Фану. Она ему принадлежала. По сути, это он ее взял. Ну, то есть принадлежала Иоанна Фану. Но по какой-то причине, из-за голода, представьте, хотя он же сам эту победу имел, из-за того, что он был голоден, его глаза сразу не видели, что отец занимается ерундой. Ему казалось, что правильно, надо вот религиозным путем. То есть, понимаете, победу Иисуса можно увидеть лучше и не заниматься никакой религией, если твои глаза хорошо видят. И для того, чтобы твои глаза хорошо видели, эту победу нужно вкушать. Ты ее тогда будешь видеть. Вот мед, он символизирует победу. Когда ты говоришь о победе, когда ты, сейчас мы дойдем, как вкушать. То есть, вся истина о победе Иисуса, когда она проговаривается, случается определенная сладость у тебя во рту. Сейчас мы еще, я говорю, мы еще поговорим, как правильно вкушать. То есть, и это сладкое чувство победы, знаете, даже как в песнях поется, со сладким чувством победы. То есть, победа имеет сладкий вкус, медовый вкус. И Анафан в полной мере это узнал. И эта сладость во рту, она дала ему глазам свет. И он говорит, так мы же победители. Она наша победа. Это не потому, что кто-то победил. Мы победили. Это я сделал. Это все мне принадлежит. И все такие, ну да, да, мы согласны с тобой. То есть, он еще и люди согласились с ним. Но из-за того, что религия запрещала, они были в таком осторожном чувстве. Понимаете, друзья? То есть, еще раз говорю. Все, что провозглашается о победе, оно открывает твои глаза. Вот почему я люблю говорить об этих вещах. О победе Иисуса. Это мед. Написано, из потока сладостей ты наполняешь чрево их. И там происходят такие хорошие вещи с теми, чьи чрево наполняется из потока сладостей. Где взять этот поток? Сейчас мы до этого дойдем. И вот, друзья, когда человек вкушает победу, это выглядит как вкушение меда. Где взять этот мед? Где взять этот мед? Я сейчас вам прочитаю классную вообще истину одну. Книга «Песни песней», 4 глава, 11 стих. Слушай внимательно. Сот – это, значит, возлюбленный жених говорит о своей возлюбленной. То есть, возлюбленная – это мы с тобой, это ты. Сотовый мед каплет из уст твоих невеста. Мед и молоко под языком твоим. Аллилуйя. То есть, Иисус говорит тебе, чтобы вот этот мед у тебя был, он под твоим языком. И вот, друзья, это главное правило. Две вещи. Запомните. Как вкушать? Первое. Вкушение – это тот же базируется на законе почитания. Ты должен вот эти вещи считать съедобными. Это не просто какая-то хорошая теория. Реально, в невидимом мире, видите, это описывается как еда. Все эти вещи, дары, глаголы, все это описывается как еда, сила. И поэтому, согласно закону почитания, о котором мы говорили в начале нашего курса, закон почитания как бы мотивирует тебя или дает тебе возможность называть эти вещи едой. То есть, ты должен считать, что слова о победе Иисуса, слова о победе – это как мед, который ты ешь. Здесь написано, вот он говорит, под языком твоим. Это означает, что когда ты говоришь о победе Иисуса, у тебя будет прямо из-под языка, точно так, как есть грудное зрение, подзрение. У тебя из-под языка будет конкретно транслироваться сладость. Халилюя. Из-под языка у тебя будет прямо мозг, будет давать сигналы твоим вкусовым всяким рецепторам, под языком. Это не именно, друзья, насколько я знаю, вообще сладкое чувство, сладость, за него отвечает кончик языка. Насколько я знаю. То есть, не под языком. А здесь именно другое. И Бог так устроил человека, что когда ты говоришь о его победе, у тебя будет сладость. От его могущественного имени Иисус. От понимания, что он сделал. То есть, мы знаем, что все вкушение идет от готового. Ибо идите, ибо уже все готово. То есть, никто не может ничего вкушать, если ты думаешь, что еще надо что-то сделать. Если ты думаешь, что еще надо что-то сделать, то ты не будешь вкушать. Только от благодати. Питать сердце благодатью. Все готово, все есть. Мы уже об этом говорили. И он говорит, когда ты говоришь о моей победе, ты будешь чувствовать сладость, и глаза твои будут видеть эту победу. То есть, чувство насыщение, и у тебя будет возникать калории, энергия для того, чтобы этой победой что пользоваться. Потому что, когда человек голодный, он ничего вообще сделать не может. Он слаб. Он слеп. Или его зрение такое померкнувшее. Для того, чтобы твое зрение становилось все более ярким, просвещалось, как мы говорим. Мы знаем, что когда зрение просвещается, Иисус говорит, когда очи твои светлые, все тело становится светлым. Что это означает? Свет, который видит твои глаза, начинает давать уверенность твоему телу. Потому что, кто ходит во свете, не спотыкается. То есть, вся твоя жизнь становится другой, когда твои глаза просвещаются. И самое главное блюдо, от которого просвещаются твои глаза для победы, это мед. Божий мед. Из скалы. Это означает, что ты, когда говоришь о победе Иисуса, говоришь его имя, ты хвалишь его, прославляешь его как победителя. Между прочим, когда возлюбленный здесь говорит, что и под языком твоим молоко и мед, перед этим целая глава, где возлюбленная хвалит его. Она ему говорит, ты красавчик, ты там такой благоухающий. И говорит, ты сильный, вокруг тебя 60 мужиков с мечами, тебя несут. То есть, она показывает его силу, величие, великолепие. И он такой говорит, о, мед под твоим языком. То есть, когда она его хвалит, когда она величит его, когда, ой, я вообще просто, я так люблю это. Когда она ему говорит, какой он сильный, он говорит, мед под языком твоим. Есть плохой пример. Помните, как говорит Соломон, мед источают уста чужой жены. И она имеет, и говорит, овладела она устами своими им. То есть, представьте, что этот медок, даже в этом плохом варианте, он имеет власть. То есть, люди, у которых постоянно победа на устах, они, ну, вот это, мед. Вот, представьте, эта сладость дает определенную власть. Мы знаем, что блудные узы, они тоже, ну, власть определенную имеет. То есть, женщина может завладеть, мужчина может завладеть драгоценной душой, используя вот эти льстивые сладкие слова. И это так задумано, что именно из-под языка может источаться мед. Конечно, все есть и в плохом смысле так же. Поэтому, когда ты говоришь о победе Иисуса, возникает сладкое чувство, открывающее тебе глаза, делающее тебя сильным к победе. Я думаю, это понятно. Поэтому, мой друг, номер один, люби говорить о победе Иисуса. При этом старайся переживать вот эту энергию сладкой славы Божьей. Слава – это победа. Слава – это успех. Слава – это очевидный успех. Поэтому самое лучшее, чем ты можешь делать глаза свои все зрячее и зрячее, и силу для победы, все тело становится светлым, это говорить о победе Иисуса. Вот то, что мы любим делать. Ты дверь, ты воскреши. То есть, все самое лучшее – восхищаться им. Не льстить, а восхищаться. И как мы в одном из видео говорили, когда ты смотришь на Иисуса, Он говорит, о-о-о, вот здесь же написано, «Пленила ты сердце мое, невеста, пленила сердце мое одним взглядом очей твоих». То есть, ты когда смотришь на Него, Иисус, Он такой, готов тебе все, что хочешь сделать. Поэтому смотреть на Иисуса очень важно. Аллилуйя. Теперь, друзья, мы переходим к моменту второму. Мы сейчас будем говорить за вино. Вино – это тоже субстанция Духа Святого, которая реально человека опьяняет, делает раскованным и открывает его глаза. Сердце начинает говорить. Сейчас мы дойдем до этого. Перед этим я хочу напомнить, друзья, В основе всего этого, вкушения, еще раз говорю, стоит закон почитания. Написано, от плода уст насыщается чрево. А если насыщается чрево, высвобождается энергия. Вы знаете, что это и в плохом работает? Некоторые люди говорят слова ненависти. Они наполняются ненавистью, да, прямо. И у них даже появляется энергия какая? Разрушительная. Они готовы крушить. Иногда эту ненависть специально вызывают... Вы заметили, что бойцы, например, перед боем, они начинают оскорблять друг друга. Для чего? Во-первых, чтобы сломать противника. Во-вторых, они наполняют свое чрево энергией ненависти, чтобы она разрушительнее была, чтобы агрессия проявилась, чтобы бить сильнее. И они наполняются этой ненавистью специально. Ну, они используют принцип. От плода уст насыщаются чрево. Пока он не говорил, почему-то ненависть не полыхала в нем. Как только он начал говорить, внутри поднялся вот этот... Там, знаете, энергия. Поэтому слова — это пища. И когда ты говоришь, например, о победе Иисуса, тебе надо реально понимать, что ты сейчас вкушаешь мед, чувствовать сладость, чувствовать, как стекает слава в тебя. Вот эта сладкая слава. Как твое чрево наполняется из потока сладостей. И все это содержится у тебя где? Под языком начинаешь говорить и чувствуешь, как оно пойдет. Я уже настолько к этому привык, друзья, что, скажу правду, вместо иногда слов о таких реально там придумывать победу, ну, я уже утвержден в победе Иисуса. Иногда мне достаточно говорить. Я просто говорю, медовая слава твоя, царская слава. Я чувствую вкус меда, иногда аромат вокруг себя и наполняющее чувство уверенности. Царское такое чувство. Вот как Иоаннафан, который раз прозрел и говорит, да победа наша. Знаете, он же ничего не говорил, он просто съел мед. Но тебе, когда ты в начале этого вкушения, надо тренироваться, говорить так, чтобы выделялся прямо реально духовный мед из-под языка. И Иисус говорит, что с этим проблем нету, что реально мед под твоим языком. Это духовные вещи. Слова, которые я вам сейчас говорю, это дух и жизнь. Это не какая-то там, что давайте кусок Иисуса отрежем, как думали фарисеи про причастие, про вкушение тела. Мед это реально духовный, это невидимая субстанция духа, но ее можно чувствовать. И ты так устроен, что можешь это чувствовать. Аллилуйя. Теперь вино, друзья. Это последнее. У меня есть отдельное видео. Мы приложим эти видео, да, они у вас есть на платформе. Это кровь и мед. И второе видео называется духовное опьянение. Я говорю об этом там подробно. Но я говорю в целом, а сегодня здесь я концентрирую ваше внимание на прозрении. О вине написаны следующие вещи. О физическом вине. Действие вина. Одно из действий вина описывается в притче 23 главе 33 стихе. Там помните, да, не смотри на вино, но сейчас не об этом. Когда человек употребляет вино, написано, сердце заговорит развратное. Сейчас не обращайте внимания на эти слова. Сердце заговорит развратное, и глаза твои будут смотреть на чужих жен. Скажешь, что ты хочешь сказать, да. Я хочу сказать, что в действии вина есть две вещи. Сейчас удалите негативный оттенок с этого послания и посмотрите по-другому. Первое, что когда человек пьет вино, написано, что его глаза куда-то начнут смотреть. Под действием вина начнут куда-то смотреть. То есть то, что глаза не видели до употребления вина, в этом случае плохого, они начнут видеть. И так же сердце, оно молчало, пока не пришло вино. И вдруг оно каким-то образом как развязалось, развратилось, да и стало что-то говорить, нашептывать. Плохой пример. А вот хороший пример. Когда человек употребляет вино Святого Духа, с ним происходят два действия. Как здесь написано? И первое, его глаза начинают что-то видеть, чего не видели, воспринимать что-то. И сердце начинает слышать голос, который до этого не слышал. Вот он, глагол. Вкушение глагола и зрение. Что такое вино, друзья? Очень просто. Вино Святого Духа – это любовь. Скажи, любовь. Почему любовь? Написано, любовь твоя лучше вина. Перефразируя это, я могу сказать так. Любовь твоя – лучшее вино. Как вы помните, в Кану Галилейскую Иисус пришел, и Он сделал вино. И управитель свадьбы сказал, что это вино лучшее, чем было до этого. Вот Иисус – это раздаятель лучшего вина. И вот это лучшее вино – это любовь. Поэтому, если ты хочешь, чтобы твои глаза все время находились в зрячем состоянии, вот в таком просветленном, чтобы они просвещались, постоянно видели, тебе надо говорить о любви. Знаете, как в песне песней написано, «Я изнемогаю от любви, подкрепите меня яблоками». Вот оно, действие любви, что ты изнемогаешь, ты становишься как пьяный, тебя не держат ноги, подкашиваются. Я думаю, что большинство из вас вы знаете об этом. Состояние опьянения, что оно дает? Дает раскованное сердце, и ты начинаешь слышать что-то, ты начинаешь все по-другому воспринимать. Почему все люди, которые противятся вот этим вещам, типа «это опьянение, это все не от Бога», они просто не пережили никогда этой любви. Речь идет не о пьянке, речь идет о вкушении его любви. Знаете, как даже там Филя Киркоров пел, «Я буду пьян твоей любовью». Люди говорят, что состояние любви даже к женщине, оно реально человека делает как пьяным, ничего не соображающим, он даже иногда на дурачка похож. Такой, знаете, улыбка эта до ушей завороженная, он смотрит на свою любимую и такой, как выглядит, как студент, подпивший. И здесь такое же, «Как употреблять вино Духа Святого?» Тебе нужно говорить с Иисусом о любви, высвобождать свою любовь к Нему, принимать Его любовь. Ну, конечно, начать всегда нужно с того, что ты говоришь о Его любви к себе. Это, во-первых, в это легче поверить, чем в свою любовь к Нему, потому что иногда твоя жизнь, она тебе будет говорить, «Да где ж ты любишь Господа?» Но Господня жизнь точно показывает, написано, «Он полюбил нас, когда мы еще были грешниками». И все время, ну, если ты хочешь быть зрячим, тебе нужно изучать вопрос Божьей любви. Она никогда, вот любовь, она точно не даст тебе, она будет держать тебя в хмельном состоянии, когда ты всегда будешь слышать Божий голос и различать его вокруг. Твои глаза всегда будут зрячими. Друзья, невозможно быть ожесточенным и хорошо видеть, воспринимать духовную информацию. Почему написано, что ненавидящий во тьме ходит? Это не значит, что он ничего не видит. Это значит, что его мозги, они как слепые, они не могут воспринимать информацию от духовных глаз, потому что смысл духовного зрения, первое, знать, что ты видишь, а второе, все-таки хотелось бы воспринимать, что видят твои духовные глаза. Для этого нужно, чтобы твои мозги не были ослеплены яростью, ненавистью, тогда ты будешь хорошо понимать твое грудное зрение, то есть оно будет хорошо транслироваться в твои мозги. И для того, чтобы это происходило, вот нужно вот это вино. Итак, я заканчиваю мой урок и говорю, первое, значит, духовные субстанции, это реальные вещи, которые нужно почитать, просто почитать, что слова, они съедобны, от плода уст насыщается чрево, высвобождается энергия. Закон почитания, ты когда говоришь что-то, ты должен почитать, что ты съедаешь что-то, реально говорить, и даже чувствовать это, стремиться чувствовать это, все содержится под твоим языком. мед – это еда победителей. Всегда, когда ты будешь говорить о победе Иисуса, ты будешь видеть победу, прозревать, и будет сладкое чувство, уверенное, энергии много. Говори постоянно о его победе. Как только тебе приходит какое-то пораженческое чувство, первое, что оно хочет, чтобы ты начал говорить, как Саул, нет, еще надо, ой, тут еще столько надо гнать, надо терпеть, надо скорбеть. Что происходит? У тебя возникает горечь внутри. Написано, что голодному все горькое и сладкое. Что это означает? Что ты когда голоден, ты будешь есть всякую ерунду вообще, и ты будешь слепнуть, слепнуть, слепнуть. Написано, опустошились, и омрачилось сердце. Это означает, что надо все время есть эту сладость, все время кушать эту победу, вскармливать себя победой, и ты будешь зрячим. Каждый раз ты будешь как Иоаннафан. Вау, победа в моих руках, она же одержана. А всего-то стоило метку чуть-чуть поесть, всего-то стоило чуть-чуть восхититься Иисусовой силой, и ты будешь все время зрячим. Я употребляю это каждый раз, каждый день практически. Потому что, когда ты просыпаешься, весь мир говорит тебе о твоем поражении. Но как только ты покушаешь меда, ты такой, не-не-не-не, нет-нет-нет, я вокруг вижу только славу Божью. Все медиком наполнено, он течет прямо на поляне. Аллилуйя! Я все вижу, Иисус Господь, я иду, победа в моих руках, я прозрел. То же самое с вином. Например, если ты говоришь только о победах, это иногда может привести тебя к фанатизму. Что это означает? Что ты такой, победа, 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 все там, прямо весь такой боец. И поэтому иногда нужно в венцах попить, отдохнуть. Не только воевать и побеждать, а еще и отдыхать. И в такие моменты тебе нужен релакс, тебе нужно с отцом видеть его как любящего, успокоиться. И тебе поэтому нужно чуть-чуть венца. Какого венца? Духовного. Ты берешь и начинаешь говорить с ним о любви. Ты так любишь меня. Такая любовь. Вот у меня одна из любимых фраз, я говорю, такая любовь, такая любовь, такое счастье вообще. И меня уже хмелеть начинает. Мне становится хорошо внутри. Вот и глаза мои прозревают. Я думаю, да нет. Если я даже сегодня победу не вижу, то любовь я точно вижу. Вот когда мед иногда ты ешь, и как все-таки не можешь его проглотить, что-то не получается. Говори о любви. Вот любовь, она вообще, это все. Ну и даже физически. Везде, где мед не помог, вино точно тебя уложит. Вино точно. Знаете, как написано, что дайте вино огорченному душою. Ну вряд ли огорченному душою там поможет мед. Но вино точно поможет. Там написано, били меня, я не чувствовал. Толкали. Вот когда тебя обижают, когда тебя гоняют, когда тебя притесняют, когда тебе делают душевно больно. Друг мой, тебе вино надо. Тебе надо взять, реально начать говорить с Богом о любви. Сказать, да, может они меня не любят. Отец. Это то, что делал Иисус, даже на кресте. Он говорит, Отец, они не ведают, что творят. Представляете? И Дух Святой Могущества помогал ему проходить это. Написано, Духом Святым был вознесен на крест. То есть человек под вином, он может пойти на любые подвиги. Он может сделать любое вообще. У него смелость. Он не чувствительный к ударам, к обидам. Это все, все качества, которые, в которые прозревает человек, находящийся в объятиях любви. Поэтому, мой друг, вино и мед. Скажи со мной, мед и вино. Вино и мед. Я даже знаю, что пока я это говорил, вы некоторые испытали эти сладкие чувства, чувства упоения, насыщения. Это круто вообще. И мы сейчас помолимся. Я хочу сказать, что тема насыщения, она очень сильно связана с темой духовных одежд. И тоже первый такой пример вы можете видеть в книге «Бытие», когда вкушение, мало того, что привело к изменению зрения, оно еще и привело к тому, что люди обнаружили себя на гиме. Соответственно, вы можете сделать вывод, друзья, представьте, что вкушение, оно влияет на то, во что ты одет. Об этом мы поговорим в нашем следующем уроке. Давайте помолимся сейчас. Отец, я благодарю тебя, что у каждого моего друга, у каждого, кто учится на этом курсе, прямо под языком, есть источник сладкого меда, меда, возвещающего глазам твою победу. Вина, возвещающим глазам и нашим чувствам твою любовь. Стоит только заговорить об этом с сознанием вкушения. От плода уст насыщается чрево. Наши глаза начинают смотреть на тебя, Божий Сын. И ты говоришь, что этим пленяется твое сердце. Ты готов сотрудничать с нами. Ты готов делать для нас. Ты готов просто открывать все свои сокровищницы таким людям, которые взирают на тебя, встречаются с глазами с твоими. О, Господь! Аллилуйя! Я высвобождаю сейчас, Отец, эту истину. Пусть свет Божьего просвещения сделает так, что все мои братья и сестры, кто будет смотреть это видео, получили навык вкушения. Скажи со мной сейчас, мой друг, медовая слава победы Иисуса. Это еда царей, еда победителей, еда тех, кто прозревает к тому, что все возможно. Эти духовные ионофаны, которые не знают ничего о религии и законе, о заклятии, они знают, что есть мед, от которого победа становится очевидной. Аллилуйя! Эти возлюбленные, которые любят это вино, лучшее вино любви, понимающие Твою любовь, которой Ты возлюбил нас, то, что делает нас смелыми, нечувствительными к ударам, зрячими, глаза наши видят царя, возлюбленного, и мы изнемогаем от Твоего вина, от Твоей любви. Спасибо, Отец! Спасибо Тебе за этот богатый стол, за это лучшее вино, за этот поток сладостей в наш дух. Мой друг, Ты сейчас можешь прям переживать это калорийное насыщение. Мед и вино, открытые глаза, Ты можешь видеть все Его сокровища, все Его богатства, все Твое. Аллилуйя! Его силу, слышать Его голос, от вина любви сердце Твое начинает говорить, как никогда. Бездна бездну призывает голосом водопадов. Аллилуйя! И Дух Святой говорит тебе, я научу тебя одеваться в одежды славы, в одежды величия, в одежды воинствования. Аллилуйя! Я научу тебя вкушать от древа жизни. Фу! Спасибо, Отец! Спасибо! Спасибо! Поблагодари Его сейчас. Скажи спасибо тебе. Спасибо тебе за этот накрытый стол. Я благодарю тебя. Я люблю тебя. Аминь. Дорогие друзья, я верю, что этот урок, он классный. Я даже думаю, что если ты его будешь в дальнейшем пересматривать, он тебя будет насыщать. Одно только это, что ты вот сегодня слушал, ты уже вкушал со мной сегодня. Мед, я знаю, что многие пережили это прямо под языком. Я знаю, что у тебя такая шевельнулась любовь к твоему возлюбленному. Это просто невозможно, чтобы этого не было. Поэтому я вас благословляю, дорогие. Это истина, которая меня благословила. У меня есть ангел, который мне постоянно вот эти вещи приносит вкушать. Прямо вот с подносом приходит, я кушаю. Мы общаемся с Соломоном, с Давидом. Я вас этому тоже научу. Пока, дорогие. До следующего урока. Я вас люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Дорогой друг, если ты хочешь, чтобы наше откровение и сила Божия обхватила весь континент и всю Землю, ты можешь участвовать в нашем услужении следующими способами. Первое. Поделись данным видео в своих страничках в соцсетях. Второе. Поставь лайк и напиши свой отзыв в комментариях под видео. Третье. Участвуй в этом своими финансами. Для этого ты можешь нажать кнопочку «Спонсировать» под видео и запомнить анкету спонсоры, исходя из своих финансовых возможностей. И вы перечислили свои финансы по реквизитам, указанным под видео. Мы благодарим тебе за этот план. Небесная цивилизация это семья и команда. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова